В первом месте у нас там, где Венера, естественно, Венера — планета любви. На первом месте — это Весы, изысканная красота. Это проявляется воплощением во всех её формах, в том числе и любви. Весы обладают безупречным чувством красоты, стиля, доброты, дипломатичности. Опять же, это для явных представителей этого знака зодиака, особенно если там асцендент у человека. Если точно не знаете свой асцендент, вы не знаете себя, так что обращайтесь, дорогие друзья. Поэтому Весов, они невероятно обаятельны. В их манере поведения есть что-то особенное, которое привлекает окружающих. Выразительные черты лица, красивые формы, утончённые руки, всё это поражает. У Весов некая такая артистичность, всё такое в чувствах, гармония, красота, мода, стиль. Как бы они вот такие вообще. И они во всём утончённые. Поэтому Весы как бы на первом месте. Рыбы, наверное, на втором. Если можно назвать Весами изысканная любовь, изысканные отношения. То рыба – это нежная любовь. Нежная – это Венера и в экзальтации в рыбах. Поэтому рыбы настоящие романтики, пребывающие в своих мечтах. Вот как бы они в любви и в чувствах идут на самопожертвование во имя близкого и родного. Сбросят последнюю рубаху, если она его любит, вообще прямо обожает. Образец женственности очень большой, романтики. Они, конечно, рыбы не обладают сексапильностью. Но в них очень внутренняя гармоничная душа, красота. Если у Весов – это внешняя красота, внешнее обаяние, то рыба – это внутренняя красота, внутренняя любовь. Поэтому своей лаской, своей романтикой они могут доставлять любимым партнерам очень большое самопожертвенное отношение. Венера имеет также обитель в Тельце. Это некая такая скрытая любовь, скрытое чувство. Тельцы часто любят, но могут не сказать. В любом случае, в облике Тельцов присутствует излучение женственности. Красивыми формами очень классно поют. Часто рушники. То есть, ну, украинцы – спевучий народ очень. Тельцы истинные. С одной стороны, вроде кажущаяся мягкость, но всегда могут Тельцы поставить на место своего избрания. В любом случае, воплощение некого стиля, настоящей красоты, изысканности, жественности, тоже спокойность некая такая, любовь. И, наверное, у львов еще такая впечатляющая красота, потому что лев – это знак яркости, блеска, впечатляющей любви. То есть, пятый дом зодиака – любовь. Поэтому прекрасная внешность часто сочетается со впечатляющим и богатым внутренним миром, также и в любви. Чувство совершенства, хороший вкус. Нельзя не заметить всегда. Вот подарки дарят любовь. Большие-большие, глобальные, красивые, яркие подарки. Действительно впечатляющая любовь, красота, эстетика. Чтобы восхищались совсем мужчины, женщины. Уважение и доверие в любви. То есть, львицы и львы могут доверять, если любят своего любимого человека. Но ревнивы при этом. Всегда их хорошо жалобить комплиментами. Наслаждаются они этим все. Обожают блеск, роскошь. И да, невкусно, но красиво. Роскошный торт какой-то. Цветы. И очень хорошо дарить цветы женщинам. То есть, либо бриллианты, впечатляющие ювелирные какие-то изделия. Патки на это, да. Собственно, нервы. У стрельцов поразительная любовь, поразительная красота. Поразительное во всем должно быть стреляющее в сердце человека. Символ стрельца – это стрела, амура. Вот, поэтому стрельцы умеют производить впечатление на окружающих. Они, конечно, будут яркости не уступать львам. Могут и уступать, но не слишком много. Вот, веселые, жизнерадостные в любви. Исследователи, философы по своей натуре. Вот, очень важна совместимость, связанная с духовностью. Духовная такая любовь. Женщины и мужчины совершенно такие могут в себе сочетать разные абсолютно в себе типы. Вот. С одной стороны, они могут проявлять щедрость, умение радоваться. В окружающей природе очень хорошо в путешествия, в романтику отправляться, да. В любом случае, это тоже романтический знак зодиака. Поездки, путешествия. Вот, во всем этом могут находить успех. Особенно любовь выдается через интеллект мужчины, либо женщины, да. Скорпион – это обезоруживающая сексуальность, да. Любовь вот такая вот. Они, скорпионы, харизматичны, сексуальны. Вот, во всем могут довести, разогреть до отчаяния своего избрания. Непоколебимая уверенность в себе, в своих чувствах, вот, к глубокому внутреннему миру может сочетаться, к магнетизмам, да. Вот, и скорпионы всякие такие магнетичные. И даже она может внешне быть некрасива, но она тебя притягивает, эта женщина или мужчина, и ты на него бросаешься, как мотылёк на свет. Это, вот, властные, загадочные, настоящие, обезоруживающие, сексуальные, да, все вот эти скорпионы, как мужчины, так и женщины. Ну, вот, и близнецы – это какая-то многогранная любовь, многогранная красота, да. То есть, мужчинам, честно, нравится сразу заниматься сексом с двумя женщинами. В любом случае, это всегда склонность к шуткам, веселью, к юмору, самый весёлый общительный знак зодиака. Лёгкая такая любовь, ненавязчивая, может быть, даже несколько поверхностная, да. У женщин много обликов близнецов, они меняются, практически невозможно угнаться за их интересами. Всё метаморфозно может проявляться. С одной стороны, скромная простота в любви, она может и на маршрутке с любимым поехать, да. Рак – это некая такая нежная любовь, милая красота, милая нежность, да, вот такая чувствительность. Рак счастлив человека, если он находит близкого по эмоциям человека, да. Раков нужно понимать, ощущать каждый внутренний настрой их эмоциональной сущности и мира, каждый момент понимания, как он смотрит на тебя, либо она смотрит, да. Теплота, домашность и домашняя любовь, тапочки, да. И, конечно, это очень большие традиции с помпой отмечать день рождения, вот, эмоциональность, чувствительность. И самое главное, мужчинам нужно научиться завоёвывать любовь раков, да, потому что пассивный знак зодиака. Овен – это сильная, впечатляющая, прямолинейная любовь такая, да. Овен, и в нём нечто такое энергичное, работящее, привлекающее, импульсивное. Сегодня увидела всё, можно прям ложиться в постель, да, с первого взгляда, любовь часто, да, вот. Вот, и женщины тоже могут проявлять некую такую активность, да, и даже образы правления на себя брать. Любовь Овнов нестандартная, порой капризная, нечто такое энергичное, но могут пользоваться и своей харизмой, да, вот, перед которым очень сложно устоять, как и у Скорпиона в Марсе, там и там в обители, да. Скромные, практичные, дисциплинированные, чёткие, да, нуждаются, сами они не проявляют чувства, нуждаются вот в каком-то человеке, который может проявлять эмоции, вот, а сами они могут тоже любить, но так и ничего не сказать внутренне, да, либо, то есть некое такое невозмутимое лицо, может, под которым стремляет, скрывается большая любовь, амбиции. Если Козерог вами заинтересовался, то это уж неспроста, вот, поэтому, видимо, бывает так же, женщина может Козерог различить мужчину, который сейчас беден, у него большие перспективы, она знает, что она из него сделает очень прибыльного человека, да, то есть, поэтому... И водолей необычная любовь, эксцентричная любовь, удивительная способность чувствовать, понимать других, альтруистическая даже, я бы так сказал, любовь, в том смысле, что любовь может путаться с дружбой, а дружба с любовью, вот, как бы, вот такое вот. С другой стороны, водолей избирательный, все-таки, в выборе своих партнера, и на кого угодно не обратят к нему никакого-то внимания, нужен человек с изюминкой, да, вот, который не похож на других, да, чем-то отличается, да, как бы, вот так. Ну, и самое главное, водолея нравится нестандартность мышления, вот, во всем должна быть мода, абсолютно новый стиль, мода какая-то прическа с синими или розовыми волосами, там, или какие-то аксессуары модные, связанные, там, с электроникой, там, часы, там, не знаю, компьютер, ну, вообще, вот, что-то такое, да. Субтитры создавал DimaTorzok